Владимир Путин выразил соболезнования руководству и народу Греции и предложил всю необходимую помощь. По последним данным, мощные лесные пожары унесли уже свыше 60 жизней. Число пострадавших превышает 170 человек. О борьбе со стихией. Людмила Клышенко. Клубы дыма, запах гари и отблески огня даже на Парфеноне. Афины сейчас в огненном кольце. Пожары находятся с двух сторон. Один пожар большой, который уже немножко локализирован и идет к завершению. Он находится в стороне Акрополя. Если быть точнее, немножко справа. И сейчас он закрыт клубами тучи, дыма и всего остального. Фактически от ту сторону ничего не видно. Горящие леса в Греции сейчас хорошо видны даже с борта самолета. За последние сутки зафиксировано около полусотни очагов. А началось все в горах между Афинами и Каринфом. Огненная волна. Иначе не скажешь. Оттуда покатилась к морю. Прибрежная деревушка Мати выгорела полностью. Люди оказались в ловушке. Прыгали в море. Все это в темноте и без спасательных жилетов. Что я могу сказать? Это закончилось. Мы живы. Это самое важное. Хорошо, что море было рядом. И мы бросились в него. У нас только спины опалило огнем. Только в одном месте на пляже под Афинами нашли 26 тел. Это те, кто не смог пробиться через огонь к воде. Но по всей стране эта цифра больше в несколько раз. Сотни ранены. Многие пропали без вести. Премьер-министр страны Алексис Ципрос прервал свой визит в Боснию-Герцеговину. Сегодня он объявил в стране трехдневный траур. Сегодня Греция скорбит по погибшим. И в память о них мы объявляем трехдневный национальный траур. Но мы не должны сдаваться. Настало время собраться силами и бороться. Среди погибших как минимум два туриста из Польши. Пропали шесть бельгийцев. Россиян среди пострадавших нет. Об этом заявили в российском посольстве. И туристы из нашей страны сейчас под особым контролем. В Греции находятся более 60 тысяч российских граждан, именно туристов, приехавших туда с туристическими целями. Из них около двух тысяч человек находятся в Афинах и окрестностях. Но по нашей информации никто из этих двух тысяч туристов не пострадал и не оказался в зоне стихийного бедствия. К зонам бедствия, в которые превратились Аттика, часть Пелопоннеса и Крит, сейчас стянуты все пожарные силы страны. Задействованы армия и военный флот. Но ситуация осложняет 40-градусная жара и сильный ветер. Европа направила помощь. Россия ее также предложила. Тем более, что у наших специалистов богатый опыт тушения лесных пожаров. Людмила Клыженко, Матвей Попов, Вести. Редактор субтитров А.Семкин